Приветствую вас! Давайте мы с вами попробуем посмотреть на вашу проблему вот с такой точки зрения. Ваша привычка, она с чего-то началась. То есть вы с помощью неё выражаете какие-то свои эмоции. С помощью своей привычки вы купируете какие-то негативные моменты, негативные переживания в своей жизни. Условно говоря, через подобное вы пытаетесь компенсировать наличие негатива в вашей жизни, наличие чего-то плохого и так далее. То есть привычка – это суть, не выраженное переживание по какой-то ситуации. По какой-то первичной ситуации, которая в момент своего протекания, в момент, когда это событие происходило с вами, не могло быть решено никаким образом, кроме как того способа, который вы использовали. И этот способ создал у вас иллюзию того, что ситуация решена. Вам стало легче, вам показалось, что вы проблему свою решили. И вот, собственно говоря, мы постоянно теперь так делаете. И хотите – делаете, да, и не хотите – делаете тоже, если я правильно вас понял. Для того, чтобы перестать вести себя подобным образом, нужно понимать главное, что избавить вас от привычки мы можем. То есть люди действительно обладают рядом способностей и рядом средств для того, чтобы избавить вас от привычки. Но правда заключается в том, что если невыраженная эмоция сохранилась, если конфликт, который поспособствовал тому, что у вас вот эта вот привычка образовалась, сохранится для вас, то уход одной привычки, скорее всего, провоцирует приход чего-то другого. То есть, условно говоря, вы будете переходить от одного непроизвольного действия, от одного непроизвольного поведения к другому, до тех пор, пока либо не найдете самое безобидное, самое безопасное выражение своего негативного переживания, либо пока вы не пронайдете и не проработаете то самое первичное, что и заставило вас так себя вести. Конечно, решать здесь только вам. То есть я надеюсь, вы понимаете, что вам решать, что вы будете делать. Будете ли вы, например, прорабатывать это свое негативное переживание, или будете вы искать средство для механического, программируемого избавления от того, что с вами сейчас происходит. Если найти причину и проработать ее, если грамотно решить проблему, ту самую проблему, которая у вас есть изначально, то у вас будет гораздо меньше мотивации на то, чтобы использовать привычные модели поведения для решения ваших проблем. И вот после того, как будет найдена эта первопричина, она будет проработана, после того, как вы от нее, условно говоря, избавитесь, можно будет вашу привычку убирать уже теми способами, которые, ну, отчасти, которые привела моя коллега. А отчасти, я думаю, что можно будет избавить вас от привычки, или, по сути дела, другой привычки, да, то есть здесь важно закрепление навыка, здесь важно удержание внимания, вашего внимания на определенных вещах, на определенных событиях, и тогда, я думаю, проблем особых не будет. По крайней мере, таково мое мнение. Но сначала, я еще раз повторю, сначала вам нужно, если вы будете убирать свою привычку механическим способом, то есть если вы будете как-то стараться просто от нее уйти, то, к сожалению, ситуация такова, что вы придете в итоге к другим, нежелательным аспектам вашей жизни. То есть, по сути, ничего не добьетесь. А чтобы чего-то добиться, нужно убрать первопричину. А первопричина, она кроется, как я уже сказал, в каком-то жизненном обстоятельстве. В каком-то вашем жизненном обстоятельстве, которое как раз-таки и заставляет вас, раз за разом, совершать, по сути дела, одно и то же действие. И вот, собственно, анализируя ваше прошлое, анализируя ваше настоящее, анализируя то, как вы жили, как вы справлялись со своими проблемами, можно и прийти как раз к выводу о том, что же заставило вас так себя вести, что заставило вас выбрать такую модель поведения. И когда это будет ясно, то можно будет начать прорабатывать ситуацию более превентившую и более конкретную. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы у вас остались, буду рад помочь. Пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.